Девушки отдыхают В будущем постоянно, каждые две недели Мы будем рассказывать вам о самых важных новостях нашей студенческой жизни И показывать самые горячие сюжеты о происходящем с нами Обычные яичницы, дело здесь не ограничивается На ваших глазах кандидаты в повара творят в кулинарных мастерских шедевры различных кухонь мира Что изобретают в кулинарной лаборатории Макилевского университета продовольствия Возможно ли сдать успешные экзамены и при этом успеть отдохнуть? Какие они, современные шпаргалки? И сколько часов нужно на изучение курса китайского языка? Смотрите в вопросе Теперь то, о чем были прочитаны десятки учебников и прослушаны сотни лекций Кандидаты в доктора видят наяву Реальная жизнь современных интернов И другие увлекательные новости смотрите прямо сейчас Итак, сегодня очень горячий сюжет Вообще-то по сценарию у меня сюжет об университете продовольствия Там что, батареи прорвало? Нет, с отоплением там все в порядке Просто многое из того, что попадает на наш стол горячим и свежим, разрабатывается именно там Вот ты, Миш, любишь пирожки с капустой? Пирожки люблю, капусту не очень Тогда специально для тебя самая новая хлебобулочная рецептура Как говорится, с пылу с жару из студенческой лаборатории Работа в кулинарной лаборатории Могилевского университета продовольствия идет полным ходом На кухне сразу несколько хозяек, но конкуренции здесь не место За пять лет девушки так сплотились, что кулинария стала для них командным видом спорта Сейчас готовим классический рецепт форели, запеченной с овощами В принципе, уже все приготовлено Значит, на подготовленную рыбу взбрызнули лимонным соком Добавили соль, выложили пассерованные шампиньоны, пассерованную морковь, сыр Ну и осталось только взбрызнуть майонезом для того, чтобы рыба получилась более сочной Под руководством опытных преподавателей девушки учатся на классических образцах А там, глядишь, и до авторских блюд недалеко Был авторский рецепт вместе с Окиной, Ольгой был разработан Называется блюдо «Секрет успеха» Представляет собой горячую закуску из мяса Обычно яичницей дело тут не ограничивается Не путешествуя ни в Италию, ни во Францию, кандидаты в повара творят в кулинарных мастерских шедевры различных кухонь мира Добавляя при этом свою творческую изюминку, за что и получают первые места на конкурсах Мы готовили бараки, также мы готовили традиционное блюдо нашей белорусской кухни Вот на конкурсе в этом году мы с коллегой Колосовой Анастасией представляли блюдо белорусской кухни Мочанка, современной интерпретации Блюдо было с новой ноткой, тыквенными и шпинатными блинами Слоеный пирог с курицей, свинина с ананасами, а по соседству в духовке уже томятся вкуснейшие колбаски Рецептура, кстати, местная, университетские мясники постарались Идеи у нас постоянно возникают новые на лабораторных работах Мы часто изучаем различные новые добавки, в том числе и растительные Например, сегодня на лабораторном занятии мы исследовали введение, например, фасоли, гороха в местные фарши Новый сорт мороженого, сгущенки или творожного продукта здесь могут и это Подтверждение многочисленной договора с предприятиями по всей стране Например, был разработан такой продукт, как хуторянка Он сейчас выпускается на ведущих предприятиях нашей отрасли Это очень здорово, что мы можем не только строчить конспекты, изучать теорию А работать в лаборатории, получать практические навыки, исследовать готовые продукты питания Студенты говорят, тот, кто здесь учился, еще ни разу не пожалел Каждый сумеет извлечь свою выгоду Для ребят, конечно же, это возможность жениться Потому что 70% студентов факультета это девушки Но для девушек, конечно же, это умение поддержать домашний очаг И побаловать своих мужей очень вкусной едой Это не просто хорошая специальность, как для будущей хозяйки Но это еще и творчество как таковое То есть мы всегда растем вверх Я конкретно хочу заниматься поединением какой-то производства Там стать мастером, либо технологом И, возможно, внедрять какие-то новые технологии Которые смогли бы, возможно, улучшить качество Либо, возможно, изменить какую-то обстановку По производству местных изделий В период распределения за такие кадры Предприятия страны ведут настоящую битву Спрос превышает предложение более чем в два раза Так что, если хотите стать шеф-поваром И открыть свой ресторанчик Или видите себя изобретателем очередной вкусняшки Тогда добро пожаловать на химико-технологический факультет Могилевского государственного университета продовольствия Кто не был студентом, тому не понять Как хочется кушать, как хочется спать Ты не на Литфаке случайно учишься? Это стихотворение актуально звучит для всех И для физиков, и для лириков Особенно во времена сессия А давай проверим Может, есть такие уникумы, которых сессия не напрягает? Чем ближе сессия, тем ближе студент к сверхчеловеку Он перестает нуждаться в еде, в воде, во всех радостях жизни А только лишь стремится к знаниям Так все же интересно, возможно ли успешно сдать экзамены А при этом успеть выспаться и повеселиться? Ну, я думаю, что за ночь до экзамена можно подготовиться Шпаргалки делаем? Делаем, оставляем дома Что детский преподаватель шпаргалки найдет? Ну, извиниться перед преподавателем Это в первую очередь Ритуалы перед экзаменом делаешь какие-нибудь? Ты знаешь, да Перед задачей зачета по истории Я взял с собой зачетку И взял святого мученика Евгения И когда я сдавал зачет Святой мученик Евгений Лежал перед моим взором Я его просил И, в принципе, я сдал это удачно Не поставили за счет Шпаргалки делаем? Резали Берем с собой? Помогли? Нет, не доставал Надо готовиться Долго готовиться? Нет Нет? А что еще шпаргалок? А, ну это по-любому Ну это и есть готовиться Студент ради сдачи сессии идет на все Даже на экзамен Да Бывает, сидишь с утра до вечера Учишь, учишь А потом бац И последний билет До которого руки не дошли Да потому что гулять надо больше на свежем воздухе Тогда, если знаний не хватит Выручится ображалка Скажи, еще халява придет Это из области фантастики Не кисни От науки еще никто не умирал Но никто и не рождался Это факт Итак, фактически Мы подвелись к студенческим новостям Во время каникул жизнь вовсе не стоит на месте Не отстают от студентов и старшеклассники, которые уже вернулись в классы 900 человек со всех уголков Могилевщины борются за выход в третий этап Республиканской олимпиадой по 16 учебным предметам К слову, в прошлом году на международных соревнованиях Представители Могилевщины завоевали 6 наград А это самый большой показатель среди областей Беларуси Кроме того, диплом первой степени на областном этапе Приравнивается к 100 баллам по централизованному тестированию Если победил на республике, студенческий билет практически в кармане Окунуться в атмосферу 30-х годов Такая уникальная возможность представилась учащимся Могилевского государственного колледжа искусств На каникулах ребята приняли участие в съемках художественно-документального фильма Посвященного нашему земляку, художнику Павлу Васильевичу Масленникову Съемки фильма о художнике, которому 1 февраля исполняется 100 лет Проводится ли радиокомпания «Могилев» Ребята должны были сыграть непростые роли комсомольцев 30-х годов Будущих театральных художников из Витебского кинотехникума И им новые роли вполне удались А вот студенты Бобруйского филиала Белорусского государственного экономического университета Приняли участие в рождественском концерте Который проходил на сцене Могилевского областного театра имени Дунина Мартинкевича в Бобруйске Рождественский концерт прошел при поддержке Бобруйской православной епархии Следите за студенческими новостями вместе с программой «Альма-Матер» Ты сказала, если я возьму интернов, я буду как сыр в масле кататься Где мое масло? Я хочу в нем кататься Смотришь интернов, цитируешь доктора Быкова А представляешь, как на самом деле сложно молодым специалистам на первом рабочем месте Может у страха глаза велики? Быков скорее исключение, чем правило Давай с вами узнаем, как вчерашние студенты адаптируются к работе во время интернатуры Знакомьтесь, Екатерина, Ольга и Екатерина уже не студентки, но еще не врачи Они интерны Теперь то, о чем были прочитаны десятки учебников и прослушаны сотни лекций, кандидатов доктора видят наяву Чем же руководствуются еще не оперившиеся выпускники школ, когда выбирают столь ответственную профессию врача? Федиатрические факультеты я выбрала, потому что мне очень-очень нравятся дети Я люблю очень детей, это очень светлое, чистое что-то в нашей жизни Дети, они на самом деле не умеют скрывать как взрослые что-то, они открытые Специализация реаниматолог мне показалась интересна в том плане, что это постоянный драйв, постоянное напряжение, нельзя расслабиться, все время в таком состоянии помощи Женщина-врач, не сработаемся А что же мне делать? Смените пол и приходите Ход за партой интерны и не сидят, настольными книгами по-прежнему остаются справочники по медицине Старшие коллеги не свирепствуют, но каверзные вопросы задают Частота дыхания и сердцебиение? Частота дыхания 64, сердцебиение 86 Не секрет, довольно часто молодые врачи сталкиваются с недоверием и опаской пациентов Но, как известно, авторитет нужно заслужить Бывают такие моменты, когда мы приходим, конечно, мама смотрит на нас с недоверием Но мы стараемся сделать все правильно То есть найти контакт с родителями В первую очередь контакт с детьми И тогда как-то и мама идет навстречу больше То есть стараешься все, что от тебя требуется сделать Тогда они уже с доверием на тебя больше смотрят А вот маленьким пациентам молодые доктора нравятся Она очень хорошо сделала осмотр Ну и так она хорошо выглядит, как, ну, по стилю врачебного Любая профессия накладывает отпечаток на человека В группе риска и медики У Кати Карединой, например, появился страх самой быть пациентом Естественно, я немножко больше боюсь Потому что я знаю, как это делается манипуляция Как сейчас, в какой момент будет больно Когда вот, ну, что будет со мной делать Ну, это страшнее немножко стало А еще предстоит научиться не принимать рабочие моменты близко к сердцу Почему все так несправедливо? И у врача голова должна работать полностью А не только слезные железы Мы должны где-то подходить с холодной головой, да? Но я еще, может быть, это начало моего такого пути профессионального Не знаю, но я подхожу с каким-то где-то сожалением, сочувствием То есть больше чувств у меня где-то Наставники успокаивают Это часть профессионального опыта А это, как известно, дело наживное Врач – это и профессия, и призвание Я люблю в первую очередь свою работу за то, что она мне приносит удовольствие Я прихожу каждый день на работу с радостью Я люблю общаться с детками Я очень люблю детей всегда, вот их любила Люблю общаться с мамами, независимо от того, хорошим они настроение сегодня или нет Когда приходит ребенок к тебе на прием И он больной, ему ничего не хочется, он капризничает И когда вот потом он выздоравливает, это все-таки приятно И ты чувствуешь себя, то есть, что ты что-то сделал хорошим в этой жизни Про интернов можно сказать Тяжело в учении, легко в лечении А у нас один преподаватель постоянно повторяет Дайте студенту точку опоры, и он уснет А вы что отвечаете? А мы говорим, мы спим Потому что стране нужны здоровые специалисты А на сегодня у нас все Увидимся через две недели В это же время, на этом же месте Не проспите самое интересное Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok